Приветствую вас, и давайте подумаем о том, что с вами происходит. Что если ваш страх – это следствие производное обиды на отца, допустим, за мать, как вы думаете, может такое быть? То есть, грубо говоря, вспомните, когда вы, например, начали бояться смотреть на женщин, вот вспомните, когда это началось у вас, когда первый страх такой произошел. Вот именно первый, в начале, когда он возник у вас. Вот. Пробуйте себе на этот вопрос ответить. Понимаете, да, какая штука происходит? Нужно проанализировать, что именно вызвал этот страх. Когда, при каких обстоятельствах он у вас появился. Чем свято. Если ваш отец гулял, например, да, что сама по себе, конечно, не может быть приятной и так далее. Если ваш отец гулял, то, соответственно, как это связано с вами? Вы старайтесь подумать сами на эту тему. Почему гулял ваш отец? Что заставляло его гулять? А гулять его заставляло, в принципе, то же самое, что и у вас. Неуверенность в себе. Потребность самоутвердиться за счет женщины. Ну, другой женщины, я имею в виду. Не жены, не вашей мамы, допустим, да. Вот. И у вас то же самое. Та же неуверенность в себе. Только, если отец у вас идеализировал женщин, то вы их, наоборот, обесцениваете теперь. Ну, потому что вы видите в этом зло. Опять же, во многом из-за того, что мама ваша, скорее всего, из-за этого страдала. Ну, там, достаточно сильно. Вот. И поэтому вы себе запрещаете. Скорее всего, вас говорит голос мамы, которая всем своим видом, всем своим существом давала понять мужу и вам, что это плохо то, что отец делает. Что это ужасно, то, как он поступает. И это так. Это действительно так. Это не есть хорошо. Конечно. Но нужно понимать, нужно понимать, что у этого есть причины. свои определенные причины. И эти причины неизвестны ни вам, скорее всего, ни маме. Ну, давайте так. Например, посмотрим на вопрос. Знала ли мама ваша, что отец, ну, вот такой бабочек, ну, например. Знала? Ну, скорее всего. Скорее всего, знала. Если знала, то что получается? Получается, принимала его таким. Либо любила его таким, либо у нее не было выбора, кроме как его принять. Ну, по... вот... непопредственно по... по ее мнению. Вот. По ее мнению, у нее не было выбора другого. Так. Кто лишил ее выбора? Отец? который... у которого проблемы свои не решены? Или мать сама себя лишила выбора? Знаете, в чем дело? Важно понять одну вещь, что ни ваш отец, ни по большому счету вы сами себя до конца не принимаете. И если отец это купировал как бы изменами, да, вы это купируете наоборот подавлению. И сначала нужно разобраться с вашими детско-родительскими отношениями, где там вообще кто у вас. Потому что подавление происходит вообще очень сильно. Очень мощно происходит подавление. вам, самого себя. Самого себя. Вот. Далее нужно определиться с тем, что именно вы в себе не принимаете, почему считаете себя неполноценным парнем. Это тоже важный момент. какое отношение к этому, к тому, что вы чувствуете себя неполноценным парнем, имеет ваш отец, опять же. Какое он отношение имеет, какую роль он в этом играет. Все. Вот. и дальше вы уже сможете относительно спокойно, относительно естественно выстраивать свою мужскую линию поведения. Далее. Что касается линии мужского поведения, и собственно значит ценностей, которые ну вот адекватно можно продвигать. бабник это кто? По сути. Бабник это тот, кто гоняется за юбками. Если вы выберете себе, например, смерть на одну женщину и будете как бы ей уделять все свое внимание и так далее, то бабником вы не будете. но для этого необходимы ценности. Для этого необходима забота о себе. Понимаете, бабники о себе не заботятся, бабники себя не любят, бабники себя обесценивают, возвеличивая других, возвеличивая, например, там, ну, например, женщин, да, и так далее, возвеличивая секс, идеализируя секс и так далее. Вот это является тем, что вам, ну, по-хорошему нужно менять. Именно это является тем, что вам нужно менять. Понимаете, именно этот момент и все. Нормальные это здоровые человеческие отношения между мужчиной и женщиной никто не отменял. Нормальные это здоровые человеческие отношения между мужчиной и женщиной это неплохо, это хорошо, это адекватно. Что же здесь плохого-то? Вот. Другое дело, что строить их нужно по-другому. Да? А вас, скорее всего, никто этому не научил. Есть мама, которая, скорее всего, обижена на папу, за то, что он себя вот, ну, вел таким вот образом ужасным. Да? Вот. Есть вы, который видел только негативное проявление мужчины. Вот. И все. Есть восприятие женщины как средство. Не как самоцель, а как средство. Как средство для достижения своей цели. Как средство купирования своих проблем, как средство купирования своих сложностей, своих там, я не знаю, комплексов, например, и так далее. А вот. Это точно дело ваше ответственно. ну, как это видится мне, конечно. Как это видится мне, я могу здесь ошибаться. И поэтому сперва, прежде чем взаимодействовать с женщинами, естественно, нужно сперва наработать свои границы, нужно сперва уметь научиться реализовывать свои желания, свои потребности, чтобы и женщину не использовать, да, для этого, чтобы и самому не быть зависимым от нее, ну, и вообще от любого человека плохо быть зависимым, да, в этом нет ничего хорошего и позитивного, а уже потом, уже после этого вы сможете вполне адекватно выстраивать с ними отношения. Далее, значит, так, чтобы не быть бабником, я отморачиваюсь на парней, скорее, это от отсутствия увлечений, не сочтите за больного. Здесь тоже не очень, к сожалению, понятно, что именно вы имеете в виду, поэтому давайте постараемся разобраться все-таки более, ну, более четко. Значит, вы оторачиваетесь на парней. Ну, в принципе, понятно, реакция, да, вот если мы принимаем во внимание то, как вы воспринимаете женщину. Хорошо. чего вы боитесь, во-первых, когда смотрите на женщину? То есть, вы боитесь быть таким же, как отцом, как отец? Вы боитесь быть таким же, как отец? Или вы, ну, как бы, не принимаете себя? Это первое. Второе. Что вы можете сделать для того, чтобы не быть как отец? Конкретно, по факту. И, соответственно, что вы не принимаете в себе? Далее, вы говорили про увлечения. Вот эти вот самые увлечения, о которых я, если честно, ну, не понял ничего. То есть, какие-то увлечения, увлечения у вас вроде как нет, да, увлечения у вас вроде как не имеется, и от этого вы отворачиваетесь на парней, то есть, как-то вот это ну, неясно, как-то вот непонятно, знаете. То есть, если увлечения у вас нет, то что мешает эти увлечения там, ну, реализовать, например. Что мешает вам как-то найти себе хобби по вкусу, например, и так далее. То есть, а что вам вообще нравится, что вас привлекает, что вам интересно. как-то вот об этом постарайтесь подумать. Вообще, у меня такое ощущение, что вы очень сильно подавлены, и вообще все свои желания как-то вот подавляете и запрещаете их себе. Вы не пишете сколько вам лет, но я полагаю, что как бы связь с отцом, она у вас по-прежнему довольно сильна. То есть, обиды на него какие-то претензии, может быть, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, ничего хорошего вот в том, что вы обижаетесь, например, на своего папу, да, ничего хорошего в этом нет абсолютно. То есть, как бы, папа, он такой, такой он есть. И другим он, в принципе, быть, как бы, не может. Может быть, хотел бы, но не может. И вам остается только постараться, попытаться его принять. Принять и как бы понять. Вот. Это то, что вы можете реально сделать. То есть, понять, что ваш отец, он в некоторой степени, как и все люди, оказался заложником обстоятельств, которые сложились в его жизни. Вот. И просто не смог с ними справиться не смог их адекватно раскидать. Вот. Это нормально. Думайте больше о себе и как бы постарайтесь принять ту мысль, что дети не отвечают за родителей. ваш отец может быть кем угодно, вас это хуже не делает. Вот. А то, что вы считаете себя неполноценным парнем, да, вот, только потому, что ваш папа даже гулял. Вот. Ну, это, мягко говоря, лишено абсолютно любой корреляции, потому, что нету смерти между одним и другим. Вот. Нету смерти. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, конечно, с вами нужно работать, записывайтесь на консультацию к тому эксперту, который вам будет по душе, и начинайте работать. Не могу, к сожалению, сказать, что работа будет быстрый, вот, но если будете что-то делать, то, по крайней мере, улучшения произойдут достаточно скоро. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделайте его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.